Остаются здесь и бумага, и маски с лица. Ну, собакам, как говорится, этого совершенно не надо. Сергей Николаевич как-то вышел на променад и был ошарашен. Лес возле перинатального центра, а также возле краевой поликлиники, стал общественным туалетом. А вот, по-моему, подгузник лежит, нет? Да, ну, может быть, да. И все понятно, где мужчина, где женщина. Это же элементарно все понимать. А как вы понимаете, где мужчина, где женщина? Ну как, ну, все-таки следы какие-то мужские, а где-то женские следы. А ведь люди приезжают в эти больницы со всего региона, ждут своих родственников в машине, иногда часами. Понять ждунов можно. Как тут не сходить в лесок? Никого не пускают, только клиентов. Посетители сказали, не пускают. И сопровождающих тоже. А во сколько приходится ждать иногда? Часа четыре, пять. То есть, получается, мы можем сделать вывод, что за эти четыре-пять часов человек может заходить все-таки в туалет и сходить в лес. Да, как в пробке. Вы даже вот так вот примерно можете посчитать, что на самом деле установка вот обычного деревянного туалета, это не так уж и дорого. Ну, это пять тысяч стоит. Обычный вот сборный туалет, который продается по объявлениям, который многие дачники себе покупают. Ну, прилично так выглядит, даже красиво. Если пару поставить, десять тысяч – это вообще ни о чем. Захотят ли чиновники облегчить жизнь гостям краевой столицы и ее жителям? Этот вопрос мы отправили в Минздрав. А наш герой считает, что ходить в туалет зимой сквозь сугробы и осенью в голый лес – это даже какое-то унижение для пациентов и их родственников. Как можно об этом было не подумать? Любого чиновника, который все это организовал, если поставить в такие уже условия, то наверняка он уже сообразит. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.